здравствуйте дорогие друзья у меня сегодня праздник у садоводов дважды в сезоне праздник когда они начинают садовый сезон обычно это происходит в теплице конец марта начало апреля и мы уже что-то там сеем и второй раз когда мы из теплиц убираем плети огурцов томатов потом это значит что уже урожай не придется больше заготавливать я в этом году вот столько сделала огурчиков и маринованных и малосольных и салаты с огурцами в общем они все есть и есть я напомню что в этой теплице я сейла огурцы и фирмы гавриш гармонист кураж всего 10 было огурчиков у меня посажено а в шахматном порядке и огромный урожай и вот сейчас еще смотрите я вам покажу вот я собрала последние огурчики в тазике вы там посмотрите а вот это конечные такие верхушечки у плетей они все еще с пуплятками в каждой завязи здесь даже не один вот этот огурчик будущий огурчик да а целыми букетиками даже они тут вот то есть пучковость это проявляется до самого конца вот у нас уже 17 сегодня сентября видите они бы еще могли подносить если бы мне ну по факту просто не надоело этим заниматься что мы будем сеять дорогие друзья можно просто посеять сидораты но или можно еще продлить сезон сбора урожая и посеять какие-то скороспелые зеленые и овощные культуры но это конечно же редиска листовой салат это укроп и вот руккола еще такая и я всем советую ее посадить потому что очень витаминная полезная зелень и сейчас я расскажу как можно это делать я призываю всех вот сейчас после уборки основного урожая а что-то такое именно полезное посеять потому что у нас грядет сезон орзи а у нас сейчас еще и вирусы вот эти все да поэтому зеленые культуры богаты витаминами они конечно пойдут только на пользу и помогут вам поднять ваш иммунитет продлевается тем самым полезный срок использования вашей теплицы фактически мы ее используем полгода да то есть 6 месяцев в году вот если считать что 15 апреля мы начинаем да сегодня у нас 17 сентября мы что-то посеем и в октябре у нас сбор будет урожая вот этой зелени вот и получается полгода у нас функционирует наша теплица она окупается у нас все больше и больше как сеять смотрите у меня все мои посадки были замульчированы я мульчирую скошенной травой или сечкой у меня сечка из шредера садового да там получается более такая мелкой органической массы так вот два способа посева вы видите что я здесь мульчу не убирала а просто так ее немножечко сдвинула и между этой мульчой сделала вот такие коротенькие грядочки для чего я так это сделала а вот представьте что мы с вами целую неделю не бываем в теплице кто-то должен это поливать да потому что почва то пересыхает это особенно важно для редиса потому что он очень очень любит полить а вот мульча между рядочками она и поможет сохранить эту влагу это очень здорово помогает второе не приходится утилизировать эту мульчу куда-то да почва не остается у нас открытой эрозии почвы не происходит но и самое главное еще и сорняки не растут пропалывать нам тоже не придется то есть вот если кому-то понравится такой способ пожалуйста может быть эстетически это не очень хорошо выглядит может быть кто-то привык ровная такая земля там аккуратненькие бороздочки но вот мне нравится так и прекрасно получается все и прекрасные всходы теперь вот смотрите какие мы будем сеять сорта фирмы гавриш нам предоставляет ранних рустик это очень нежный очень скороспелый редис и он вообще называется ультра ранний да и еще какая особенность не горчат вот вот эти плоды и сорт еще тоже он устойчив к цветочности это семена от автора а гавриш это уже бренд качество такое я вот когда беру семена гавриш знаю что будет очень очень хорошая схожесть и за 18 дней созревает при хороших погодных условиях но вот сейчас если у нас зарядит холода да может быть это три недели будет созревать наша редисочка а второй редис я взяла еще здесь вот такой клюква в сахаре очень вкусное название редисочка такая кругленькая однако одной ярко-красная действительно на клюкву похоже и тоже очень скороспелый без горечи нежный сочный витаминный вот сети это серия русский вкус представьте какие вы чудесные салатики сделайте с этой редисочкой просто чудо если созреет большой урожай куда ее в конце сезона дорогие друзья мало кто знает что редис можно мариновать в маленьких баночках и тоже получается очень очень вкусно попробуйте рецепты в интернете есть вторая культура которую тоже также можно посеять вот в бороздочки это вот такой листовой салат называется он гейзер вот знаете чем он отличается он просто нежнейший здесь если вы на упаковочке прочитаете то срок созревания 60 65 дней то есть это когда получится уже такая хорошая розеточка да она имеет достаточно большую массу как сейчас мы будем и собирать этот листовой салатик да в стадии baby leaf то есть это вот такие будут листочки это очень нежная очень полезная зелень тоже огромное количество там витаминов в ней и вот на стадии таких маленьких листочков тоже будет масса пользы для вашего иммунитета ну и вот как я уже сказала две культуры это укроп и индау укропа я даже взяла побольше чтобы вот прям всю эту гряду занять этим укропом что о нем надо сказать это русский гигант вот так называется этот сорт русский гигант из серии русский богатырь а почему такое название а потому что вот если вы его посеете вы увидите реально разницу с каким-то обычным укропом это мощное растение это кустовой сорт он сразу формирует такой толстенький стебель и сами вот эти отдельные листочки они так розеточкой расходятся и они прям такие стоят они хорошо да то есть не полегает даже вот когда у нас плохая погода то вот эти кустовые формы русский гигант он прям держится так хорошо сейчас в теплице понятно что никакого дождя но вот у меня посеян этот кустовой укроп и реально он прям здорово выглядит такие хорошие ровненькие посевы а другой укропчик я посеял и более нежненький прошел сильный ливень он прям раз вот так вот да он потом конечно поднялся но русский гигант это супер укроп если вы его сеете весной то можно даже не пересевать он не зацветает очень долго и зелень можно прям собирать все лето она нежная она такая хрустящая она очень ароматная вот в нем намного больше эфирных масел чем вам привычных каких-то сортах других укропа ну и вот это in down тоже очень скороспелая культура у нее такой горчично оливковый вкус мужчинам очень нравится в окрошку добавлять летом ну просто чудо но бутерброды вот делают такую сечку мелкую из этих листочков туда чуть-чуть чесночка туда можно или майонез или ароматное масло и вот эту массу так на бутербродик вкуснота невероятный попробуйте обязательно посеять спасибо вообще нет ничего сложного я покажу как нужно это сейчас сделать смотрите вот эти бороздочки мы проливаем из лечки вот так хорошенечко для чего это нужно чтобы там внутри был запас влаги то есть многие как делают посеяли в сухую почву до закрыли сухой землей и поливают вот так ну не очень хорошо может проникать туда влага и ваши семена могут испытывать недостаток ее здесь такого не будет это первое а второе вот если опять же вы на целую неделю уезжаете вот такой полив он дает вам запасы влаги на целую неделю она там внутри будет содержаться и с поверхности не будет так быстро испаряться как при обычном поверхностном посеве вот таким вот образом мы делаем дальше мы берем семена раскрываем их вот первый у нас будет клёква в сахаре смотрите какой пакетик симпатичный тут какая-то хокламская роспись и 7 как сеять редис наверное все знают то есть нужно оставлять между этими семенами хорошее приличное расстояние чтобы потом не пришлось прореживать вот такие семена замечательные красивые там эти горошинки такие не прям одна к одной и начинаем сеять всхожесть очень хорошие у семян гавришь где-то на расстоянии 3-4 сантиметра у нас ложатся эти семена и вот в принципе одного пакетика нам хватит тут на то чтобы занять скажем три бороздочки я вас уверяю вот этого урожая вам на осень вполне хватит если хотите сделать такие маринованные заготовочки если я вас заинтриговала этим да тут еще по краешку немножечко положу то берите больше ну вот еще одну такую бороздку мы сейчас займем раз уж мы высыпали из пакетика вот вот так вот мы это все делаем дальше вот эти оборудочки можно закрыть той землей которая здесь краешков есть а я предлагаю просто посыпать сверху чтобы не нарушать нам эту бороздку и не нарушать то ту мульчу который так аккуратненько уже тут лежит я подготовила уже рыхлую почву смешанную с компостом и мы потом это все засыпем точно так же мы посеем вот салат гейзер он тоже у нас любит расти бороздками чтобы между этими растениями было приличное расстояние свет нужен вот чтобы не вытягивались наши растения нужен свет здесь можно почаще посеять потому что мы будем когда эти листочки брать то мы будем это все уже ну как бы прореживать да вот тоже посеяли я там потом кончик досею а вот эти культуры укроп и индау рукколу да мы будем сеять просто в разброс и вот другая часть теплицы у меня подготовлена как а там была другая мульча сечка вот она такая мелкая я ее просто разровняла граблями и вот там мы просто в разброс это все посеем дальше граблями также это мы заделаем и с обильным поливом у нас уйдут хорошо семена в эту почву все никаких бороздок для этих культур делать не надо я всегда сею таким образом и все прекрасно получается теперь нам осталось вот присыпать эти бороздки тем компостом который я говорила и будем ждать всходов дорогие друзья вторая часть у нас будет про то какие урожаи мы здесь будем собирать когда у нас это все получится но все зависит от погоды сюда вот тут на днях было ну просто очень холодно 3 градуса тепла ночью но вот эти все культуры они холодостойки и если вот теплолюбивые они прекращают свой рост при таких низких температурах этим ничегошеньки не делается и даже первые небольшие заморозки они терпят так что будьте уверены в октябре у вас точно созреет урожай не упускайте момент чтобы вот посеять такие растения вот я вам показывала как я поливаю в бороздочки я не случайно взяла вот такую личку до чтобы не размывать вот эту бороздку большой лейкой можно размыть а вот такой маленькой теперь вот компостом мы прикрыли рыхлая земля нам позволит обеспечить хорошие всходы то есть для чего рыхлой это нужно чтобы корочка не образовалась да ну и вот такая мульча она тоже будет больше сохранять влагу вот такие приемчики на том промежутке где у нас нет мульчи где мы в разброс посеем вот этот замечательный кустовой укроп и руку мы что можем сделать а мы можем затянуть это все например спамбондом да и на целую неделю тоже можем прекрасно оставить и у нас там будет сохраняться влага вот еще какой вопрос может возникнуть если мы на целую неделю уезжаем как быть закрывать теплицу или не закрывать я бы поступила так я бы оставил открытыми форточки потому что вот была вчера такая солнечная погода здесь нагревается очень здорово а у нас еще вот на второй грядке и перчики и физалис у меня здесь еще продолжает созревать то есть такой перегрев растений мне к чему они сразу начинают испарять много влаги и листочки могут повисать при этом от такой сильной жары так что я просто оставила бы вот эти вот уже форточки открыты вот такие небольшие подсказочки для тех кто хочет еще осенью собрать дополнительный урожай если не хотите этим заниматься то обязательно посеете сидораты не оставляйте почву голый заходите к нам на канал мы покажем какой у нас вырос здесь урожай и вот здесь бороздочках и там на свободной земле и и и и Продолжение следует...